Приходи на Сабантуй. Я думаю, все слышали эту фразу. На самом деле это главный татарский национальный праздник, который накануне прошел в парке 30-летия Победы. А если вы не знаете, как его празднуют, то лучше всего самому попасть на гуляние и познакомиться с традициями татарского народа. Наш корреспондент Николай Новиков так и поступил. Подробности в его сюжете. Этот праздник имеет многовековую историю, но сохранил свои традиции и сегодня. Как говорится в народе, чем веселее пройдет Сабантуй, тем богаче будет урожай. Это праздник окончания всех посевных, сборочных, всех работ полевых. И после этого уже делают Сабантуй. Это национальный праздник. И праздник плуга. Ну что, поздравляю всех татар с нашим национальным праздником Сабантуй. Спустя века Сабантуй стал просто веселым народным гулянием. Бесплатные угощения, песни и пляски, медовый чак-чак, ну и, конечно же, знаменитый на весь мир плов. Какие ингредиенты положить, чтобы плов был по-настоящему вкусным? С рецепта надо душа вложить. Надо душа вложить, лишь бы плов был вот так расчистен. Действительно, плов получился, пальчики оближешь. А любителям активного отдыха тоже было чем заняться. А вот эта татарская борьба называется куреш. Главная задача это поднять соперника над собой и уложить его на лопатки. А победитель получит главный приз. Вот этого барашка. Еще этот вид спорта называют борьба на поясах. И она на каждом Сабантуй в самом центре внимания. Принять участие может любой желающий. А победитель всегда один. Хузя Галиев, Тахир, мастер спорта России. По традиции, чемпион должен погрузить свой трофей себе на плечи и пройти круг подсчета. Несмотря на свои габариты, татарский Геракл оказался весьма скромным. Пришел к этому результату. Долгие тренировки были. На сцене ранить гащулен. Я просто занимаюсь борьбой. Сабантуй это не просто праздник труда. Это еще и фестиваль дружбы. И весь татарский народ с этим полностью согласен. Для меня это великий праздник. Это объединяющий праздник, который всех татар. Мы каждый год его ждем с нетерпением. Мы собираемся здесь все. Празднуем окончание посевное. Но для нас это сбор всех татар нашего края. Для нас, для татар, это праздник, собраться вместе, хорошо провести время, увидеть друг друга, пообщаться. Праздник для нас очень даже большой. Сабантуй это здорово. В самой организации народных гуляний был заключен принцип. Не обидеть, не оскорбить, не унизить ни одного человека. Никто не должен уйти с тяжелым сердцем и с обидой. Сабантуй постепенно стал праздником не только татарским, но и межнациональным. Сабантуй 2019 года, это 22-й Сабантуй, проводимый в городе Краснодаре. Сабантуй не то, что там татарский праздник какой-то узкий, а это широкий праздник. И в некоторых городах Российской Федерации этот праздник уже включен как в городские мероприятия. Сейчас на территории краевой столицы проживает более 120 народов. И этот праздник стал еще одним доказательством, что в нашем городе всегда есть место для крепкой дружбы между людьми с разной историей и традициями. Николай Новиков, Иван Жалнин и Анастасия Федяй. Телекомпания «Краснодар».